Всем привет! NHL.com.ru в традиционном обзоре подводит итоги первого дня стартовавшего плей-офф Кубка Стэнли. Пристегните ремни и держитесь крепче. Главное блюдо сезона прибыло и пропускать его крайне не рекомендуется. В субботу в первом матче плей-офф Вашингтон взял верх над Бостоном, вырвав победу в овертайме благодаря голу Ника Дауда. Игра складывалась для столичных непросто. Уже в первом периоде, вскоре после гола Тома Уилсона, Кэпиталс лишились вратаря Витека Ванечика. 25-летний Чех, дебютировавший в плей-офф, получил травму, пытаясь отразить бросок Джейка Дебраско. Поскольку Илья Самсонов только в субботу вышел с карантина из-за попадания в ковид-список, в воротах Вашингтона появился Крейг Андерсон. И 39-летний голкипер, последний раз игравший в плей-офф 4 года назад, стал одним из главных героев встречи, отразив 21 бросок. Заметную роль сегодня играл и Александр Овечкин. Капитан Вашингтона ассистировал голу Брэндона Дилана во втором периоде, нанес 4 броска поворотом и применил 4 силовых приема. Как сказал тренер Кэпиталс Питер Лавиолет, Овечкин переключил передачу и сыграл заметно и эффективно. Защитник Вашингтона Дмитрий Орлов стал лидером команды по игровому времени и завершил матч с двумя бросками поворотом, одним силовым приемом и тремя блокшотами. Следующий матч серии состоится в понедельник и Вашингтону предстоит поработать над дисциплиной. Сегодня Кэпиталс 4 раза оставались в меньшинстве, пропустив второй гол от Ника Ричи во втором периоде, когда на скамейке штрафников находился Орлов. Сами столичные в большинстве сыграли один раз. На этом сегодня все. Спасибо, что были с нами. Я Сергей Демидов. Увидимся!